Добрый вечер! Леонид Млечен с программой «Особая папка». Мы продолжим сегодня нашу серию политических портретов министров иностранных дел. Наш сегодняшний герой – это Андрей Януаревич Вышинский. Думаю, не всякий и вспомнит, что этот прокурор по должности и по призванию возглавлял когда-то советскую дипломатию. Но сначала поговорим о дипломатии сегодняшней. Нынешний министр иностранных дел России академик Евгений Примаков считается везунчиком. Он один из немногих министров, который остался от прежнего состава правительства. Он, возможно, единственный министр, которого президент Ельцин постоянно хвалит. Хотя всех остальных ругает хотя бы для острастки. И Примаков нравится даже Государственной Думе. В чем же дело? Конечно, Евгений Примаков блистательно владеет искусством нравиться начальству. Но это, наверное, не единственная причина успеха его политики и его личного успеха. На этой неделе произошло множество событий. В Индонезии начались настоящие беспорядки. В Англии, в Бирмингеме собрались руководители восьми важнейших государств, в том числе и России. Но главное событие – это то, что Индия провела ядерные испытания и официально стала ядерной державой. Россия реагировала на это спокойнее всех. Дело не только в том, что Индия – важнейший торговый партнер России и главный покупатель российского оружия, ссорится с которым себе дороже. В Москве, похоже, полагают, что ядерная Индия нам ничем не угрожает. А, напротив, доставляет неприятности Пакистану, покровителю афганских талимов, и Китаю, которого в России втайне многие побаиваются. Но в реальности индийские ядерные испытания резко ухудшают ситуацию поблизости от российских границ. Индия – это страна, с которой у России существуют достаточно дружеские отношения. Китай – это страна, с которой у России тоже существуют дружеские отношения, но это страна, которая потенциально в долговременном плане может рассматриваться России как источник, скажем так, определенных проблем, совершенно очевидных. О них, наверное, здесь говорить сейчас не нужно. И поэтому возникновение ядерного потенциала Индии может рассматриваться как определенный балансир в отношении ядерного потенциала Китая. Вот такого рода могут быть расчеты, такого рода могут быть надежды. И я полагаю, что это скорее относится не к расчетам, а к иллюзиям. Потому что в результате, как я повторяю, издержки могут оказаться более значительными, чем вот такие иллюзорные выигрыши с точки зрения таких вот геополитических расчетов. Перед командировкой в Англию президент Борис Ельцин приехал в Министерство иностранных дел, произнес концептуальную речь о внешней политике России, вручил министру и нескольким дипломатам ордена, и сказал, что Примакову гарантирована работа на посту министра до 2000 года. Я рад, что восторжествовала справедливость. И среди множества новых орденоносцев в Министерстве иностранных дел есть и заместитель министра по ближневосточным делам Виктор Викторович Пасывалев, герой многих наших передач. Он награжден за блистательную дипломатию во время иракского кризиса. Сейчас он опять улетел на Ближний Восток. А что еще приятного, помимо коробочки с орденами, привез с собой в МИД президент Ельцин. Речь Бориса Ельцина о внешней политике накануне поездки в Англию оригинальностью не отличалась. Борис Ельцин повторил, что с политикой России теперь считаются во всем мире, что мир должен быть многополярным, призвал оценить важность нестандартной президентской дипломатии без галстуков и обещал, что России не ляжет под Соединенные Штаты. Эта эротическая формула российско-американских отношений была, пожалуй, самой яркой в речи президента. У нас много голосов, говорящих, что нам сейчас надо разобраться внутри, а потом мы уже будем выстраивать свою внешнюю политику. Президент нам сказал другое. И я понимаю его логику. Потому что если мы сейчас образуем политический вакуум вовне, то он будет занят, и потом некуда будет выходить. Президент сделал дипломатам приятно. Подтвердил ведущую роль Министерства иностранных дел во внешней политике. Другие ведомства тоже любят заниматься мировыми делами, норовя обойти МИД. И президент грозно сказал, что дал указания своей администрации докладывать ему лично о любом нарушении этого правила. Вот на МИД президент возложил ответственность контролировать эти вещи. Следить, чтобы наши интересы не пересекались, чтобы мы не ставили подножку друг к другу. Россия, мы единая и целая. Вот мы будем стараться это и делать. А что практически президент дал сотрудникам министерства? Президент повысил нам процентную надбавку за секретность. Точнее, не повысил, а ввел ее, восстановил. Были другие разговоры по хозяйственному оснащению министерства. Очень важное решение для привлечения молодых ребят сюда, в МИД, это отсрочка от службы в армии. Те, кто заканчивает ГИМО, могут без боязни приходить в МИД и знать, что они могут продолжать карьеру. То есть карьера не будет приостановлена случайно. Они идут, в общем-то, гарантированно. Российские дипломаты привыкли жаловаться на то, что их не ценят, что у них низкая зарплата, что они чувствуют себя нищими рядом с западными дипломатами. Если брать сугубо зарплату, то это немного, честно вам могу сказать, немного, мне лично не хватает. Но если бы меня спросили, хотел бы я променять эту работу на что-то другое, то я сказал бы нет. И я вижу, что молодые ребята, которые приходят в министерство сейчас, они очень по-хорошему амбициозны. Они готовы даже какие-то вот эти материальные тяготы терпеть, лишь бы они могли заниматься этой работой. Евгений Примаков получил для министерства все высотное здание на Смоленской площади, где раньше сидело еще и Министерство внешней торговли. На Смоленской площади идет ремонт, который берет теперь на себя управление делами президента. Заместители министра и другие руководители уже пересели в новые апартаменты. Рядовые дипломаты ждут переезда. И что очень важно, что произошло за последние два года, это то, что начали мы ощущать, что наш труд ценится, что это не просто министерство какое-то там заполненное по остаточному принципу, нет. Наш труд востребован, он ценится, к нашему мнению прислушиваются, причем на всех уровнях. Отныне Российское министерство иностранных дел будет говорить приятным голосом Владимира Рахманина, с которым мы сегодня беседуем. Его предшественник Геннадий Тарасов назначен послом в Португалию. Среди московских журналистов это известие не вызвало огорчень. Владимир Рахманин, молодой, высокообразованный дипломат, рождает доверие. Я хочу сказать несколько слов о самой этой должности. Представитель по печати Государственного департамента Соединенных Штатов, это, наверное, один из самых известных людей в мире. Его каждый день цитируют во всех газетах и каждый день показывают по телевидению. Российские представители по печати традиционно скромнее. Может быть, это тот самый случай, когда скромность только вредит. Владимиру Рахманину всего 39 лет. Он специалист по Китаю и сын известного китаиста, который в течение многих лет определял китайскую политику Советского Союза. Я в этой стране вырос, я провел детстве там 3 года, я работал в Китае на протяжении 3 лет, я ездил в Китай 5-6 раз в год обычно. В детстве я вырос со всеми китайскими игрушками, потому что отец у меня 15 лет там проработал. Я очень уважаю эту страну, я чувствую какую-то даже генетическую связь, может быть, с ней. И я считаю, что геополитически это одна из важнейших для нас стран. Россия без Китая, равно как и Китай без России, не проживут. Многие в России испытывают патологический страх перед миллиардным Китаем, считая, что китайцы проникают на российский Дальний Восток, чтобы со временем оторвать его от России. Эти опасения имеют основания? Я воспринимаю это как незнание, наверное, этого отторжения незнакомого тела. Вот в этом беда наша. У нас крайне немногочисленные обмены с китайцами. Мы их очень мало знаем. И это очень своеобразная культура, которая, хотя они тоже одели пиджаки, одели галстуки, но это другие люди все-таки немножко. Мы живем по разной стороны от Великой Китайской стены пока. И вот этот страх, по-моему, идет скорее от незнания и от тяжелой истории 20-летней вражды. Так в чем же тогда причина нашего страха перед коварными китайцами? Нам не надо опасаться, что он все время обманут. Нам надо быть уверенными, что мы не дадим себя обмануть. Мне кажется, тогда нам проще будет это все воспринимать. И, во-вторых, конечно, принимать своеобразие других наций. Опять же, когда у нас будет больше внутренней уверенности, мы с большим интересом будем к этому относиться. И уже надо отойти от стереотипа варварской Азии. Она уже далеко не варварская. По многим вещам она стоит существенно выше нас где-то. И не говоря уж о том, что китайская цивилизация существует тысячу лет, мы чуть поменьше. Как ей удалось выжить, может, нам стоит тоже поучиться. История российской дипломатии в Лицах. Политические портреты 12 наркомов и министров иностранных дел Советского Союза и России от Троцкого до Примакова. Андрей Януаревич Вышинский вошел в историю как судье-обвинитель на печально знаменитых московских процессах 30-х годов. Но прокурором он был всего 4 года. И министром иностранных дел тоже был 4 года. И в общей сложности проработал в Министерстве иностранных дел 14 лет. А в историю все-таки вошел как прокурор. И это правильно. Он и назначенный министром иностранных дел все равно остался прокурором. Только теперь уже в масштабах всего земного шара. Андрей Вышинский, наверное, самому себе никогда не признавался в том, что всем в жизни, да и самой жизнью, он был обязан чуть ли не единственному своему доброму поступку. Когда молодой меньшевик Вышинский в 1908 году сидел в бакинской тюрьме, в одной камере с ним оказался большевик Коба, Иосиф Джугашвили. Вышинский получал из дома передачи и по доброте душевной. Кормил Кобу. Коба ел с удовольствием, спасибо не говорил. Когда 10 лет спустя они вновь встретятся, Вышинский ни словом не позволит себе напомнить Сталину о том, что тот вроде как в долгу. Это и спасло ему жизнь. Присоединившись в свое время к меньшевикам, Вышинский здорово промахнулся. К власти пришли большевики, а меньшевиков причислили к врагам народа. Вышинский стал снабженцем, не голодал, но дрожал от страха. В партию его не принимали. Но вмешался сокамерник и приняли. С помощью Сталина Вышинский пошел по научной части и по юридической. Декан экономического факультета Института народного хозяйства, ректор Московского университета, член коллегии Наркомата просвещения, затем заместитель наркома юстиции, заместитель прокурора и прокурор СССР. Вышинский был прирожденным юристом, прекрасно образованным, разносторонне одаренным, с блестящей памятью, с ораторским даром. Он был популярен среди профессионалов и известен широкой публике. Свои таланты он употребил на преступное дело. Ему Сталин поручил провести три печально знаменитых процесса. Гордый доверием Вышинский судил и обвинял бывших членов Политбюро, друзей Ленина, отцов революции и советского государства, тех, на кого долгие годы смотрел снизу вверх. Никаких доказательств у обвинения не было. Все зависело от признания обвиняемых. Конечно, они были сломлены, они думали только об одном, как выжить. И тем не менее, если бы они на суде, в присутствии иностранцев стали отказываться бы от своей вины, процесс бы рухнул. Вышинский головой отвечал за успех процесса. Это было рискованное дело. Но Вышинский с его изумительной реакцией и профессиональной гибкостью справился. Он добился невозможного. Заставил весь мир, за малым исключением, поверить в то, что подсудимые действительно виновны. Вышинский, пожалуй, первым из профессиональных юристов показал, что можно вообще обойтись без доказательств. Достаточно просто ругаться. Мразь, водючая падаль, навоз, зловонная куча, отбросов поганые псы, проклятая гадина. Он будет потом ругаться из трибуны ООН. Прожженные жулики, мерзкие твари, проходимцы, бандиты, наглецы, презренные авантюристы. Это был особый стиль прокурора и дипломата Вышинского. Стиль Вышинского подхватит вся страна. На этом языке будут объясняться советские ученые, писатели и руководители государств. Он был ученым-цепным псом. Он не видел особой разницы между подсудимыми и министрами иностранных дел разных государств, которые собирались в ООН. И те, и другие были врагами, которых следовало раздавить. Вышинский знал, что у него есть постоянный поклонник, которому нравилась такая ругань. Сталин получал удовольствие, слыша, как Вышинский разделывает под орех бывших членов Политбюро или иностранных дипломатов. Один из лизоблюдов Вышинского как-то произносил тост в честь прокурора и министра. Он примерно начинал ее с таких слов. Вы знаете, дорогой Андрей Январьевич, что я человек открытый, откровенный. Я говорю всю правду в глаза, невзирая на то, понравится это или нет. Это может не понравиться. Но я не могу идти вразрез со своей совестью и укрыть то, что я думаю. Поэтому не сердитесь на меня. Вот что я Вам скажу. Вы, Андрей Январьевич, великий человек. Вы замечательный человек. Вы уникальный человек. Вы человек, которым можно восхищаться, можно только гордиться. И я понимаю, когда Вы, несравненный оратор, произносите свою речь, какое удовольствие Вы получаете, сокрушая своими золотыми словами многочисленных врагов. И, захмелевший, и, видимо, бывший в тот момент в хорошем настроении Вышинский, сказал, «Да знаю, знаю». По-моему, звали этого не от человека, а Мазасп, я сейчас вспомнил. «Знаю, заткнись, все я знаю, что ты говоришь. Ты прав только в одном. Когда я завершаю, заканчиваю свою речь, я чувствую нечто подобное оргазму». Сталин оценил таланты Вышинского и назначил его первым заместителем наркома иностранных дел. Дурить предстояло целый мир. Считается, что поскольку открытые процессы закончились, на посту прокурора Вышинский был не нужен, вот его и определили в дипломатах. Но дело в другом. Сталин выходил на мировую арену и собрал в наркоманделе лучшие силы – Молотова и Вышинского, хотя они, кстати говоря, ненавидели друг друга. Сталин это устраивало. Молотов, второй человек в стране, не смел возразить Сталина и смирился с замом, которого терпеть не мог. Сталинской дипломатии нужен был юрист. Не законник, который заботится о строгом соблюдении закона, а юрист – крючкотвор, пройдоха, который любому сомнительному дельцу способен придать законную форму. Вышинский оказался очень полезен. Умел то, чего не могли Молотов и другие. Сходу диктовал любой документ. Ноту, проект соглашения, речь, приказ. Первое дипломатическое поручение Вышинского – установить советскую власть в Латвии. Вышинский задачу выполнил. Во время войны Вышинский вместе с аппаратом «Наркомандела» год провел в Куйбышеве, куда были эвакуированы иностранные посольства. Он вел всю черновую работу. Молотов был рядом со Сталином и решал более важные задачи. Что интересно, на руках Молотова было больше крови, а к нему все-таки могли ощущать уважение. А к Вышинскому – только презрение. Он был угодлив, даже любезен, но всячески избегал принимать решения. И все это знали. Иностранные послы предпочитали обращаться к другим советским дипломатам. Казалось, на дипломатическом поприще Вышинский расцвел. В новом дипломатическом мундире стального цвета он был похож на генерал. Ему завидовали, а ему самому снились кошмары. Он был подвержен чудовищному страху. Чудовищному этот страх определял всю его жизнь, все его поступки, все его слова. Был ли он на прокурорской трибуне, в служебном кабинете, на трибуне ООН или на переговорах со своими зарубежными коллегами-дипломатами. Всюду его гнал страх. Так он очень хорошо помнил свое прошлое. Вышинский при временном правительстве в 1917 году подписал приказ об аресте Ленина. Это легенда насчет того, что он подписал там приказ об аресте Ленина. Просто его должностное положение не позволяло ему такие приказы отдавать. Но он отдал приказ во вверенном ему Экиманском участке Москвы исполнить распоряжение главы Временного правительства. В этом смысле. То есть искать, он повелел искать Владимира Ильича на территории своей полицейской управы. Вот и все. Сталину как раз и нужны были люди, которых гонит страх и которые поэтому превращаются в лакеи. При этом он ценил Вышинского. В кругу малограмотного косноязычного политбюро Вышинский был светочем мыслей. Он владел языками, польским и французским свободно, немецким и английским вполне прилично. Его избрали депутатом Верховного Совета и академиком. Он возглавил Институт права, получил сталинскую премию за свой знаменитый труд «Теория судебных доказательств в советском праве». Перед войной Сталин сделал его заместителем главы правительства по культуре и просвещению. На последнем при Сталине партийном съезде Вышинского избрали кандидатом в члены президиума ЦК. Это была вершина карьеры. Сталин очень доверял Вышинскому. 8 мая 1945 года акт о капитуляции нацистской Германии подписывали военные, представители армии победительности. От Советского Союза маршал Жуков. А рядом с ним за столом сидел Вышинский, как личный представитель Сталина. Почему Вышинский выжил? Никто не в состоянии проникнуть в логику Сталина. Но надо понимать, что при очередном повороте истории и Вышинский тоже мог попасть под колеса. И он-то об этом знал, помнил, не забывал ни на секунду, что любой день на свободе может быть для него последним. Убрав в 1949 году Молотова, Сталин сделал министром Вышинского. Возможно, полагал, что период серьезных переговоров закончился, добиться ничего нельзя, остается только переругиваться. Вышинский для этой роли подходил идеально. Он стал не только министром, но и разведчиком номер один. Возглавил таинственный комитет информации при Совете Министров, который объединил всю советскую разведку. То есть, главное разведывательное управление Генерального штаба и первое главное управление Министерства госбезопасности. Вышинский сам был оружием холодной войны. Иностранные дипломаты ему не доверяли. Знали, что договориться с ним ни о чем невозможно, компромисс не мыслит. Он и не пытался убедить партнеров в необходимости принять советские предложения. Он лишь ругался и хамил. Такая дипломатия приносила стране только вред. Когда Вышинский был министром, Советский Союз отказался подписывать на Сан-Франциско мирной конференции в 52-м году мирный договор с Японией. И тем самым создал территориальную проблему, которую по сей день не удается решить. Когда в 50-м году началась Корейская война, советский представитель в ООН получил указание не участвовать в работе Совета Безопасности. В результате американцы приняли все нужные им резолюции. Это был грубейший просчет. При этом Сталин избегал прямых столкновений с Соединенными Штатами. Когда американцы показывали, что готовы идти до конца, Сталин отступал. Это убедило американцев в том, что со Сталином можно иметь дело только с позиции силы. Старшее поколение дипломатов не уважало Вышинского. Они сожалели, что после ухода Молотова авторитет Министерства иностранных дел снизился. Молотов рекрутировал в дипломаты молодых выдвиженцев, социально надежных, но профессионально неподготовленных. Новые кадры с гордостью называли себя «молотовским призывом». Все это были недавние инженеры, врачи, учителя, после войны демобилизованные офицеры, направленные в дипломатию Центральным комитетом партии. Это были люди, привычные к жесткой дисциплине. Интеллигентность из МИДа выветрилась. При Вышинском жесткий порядок сменился жестоким и бесчеловечным. Вышинский вел себя с подчиненными грубо, по-хамски. Это был человеконенавистник. Это, если сказать по правде, он ко многим людям, которые к нему приходили на доклад, не проявлял никакого польского аристократизма. Это был просто хам. Вышинский был очень вредный такой человек. Он, главное, злобный и не прощал обиды. После его разносов на коллегиях людей выносили сердечным приступом. Вышинский мне говорит, вызовите там вот такого-то там. Хорошо, вызовите на коллегию. Ну, я скажу, там секретарям они вызовут. А проходит какое-то время, пока тот приходит. И он появляется, этот человек, которого вызываешь, а Вышинский забыл, зачем он его. Он меня спрашивает, чего я, зачем его хотел. Я говорю, да, я не знаю, да, не знаю, что. А, ну, ладно. И он тогда находил повод просто его обругать. А, вот Вы появились, а что-то у Вас там творится вот в Вашем отделе. Что за безобразие это дело. Короче говоря, уже что-то такое, какую-то, так сказать, лишь бы, как потом он говорил, с удовольствием, потому что, видите, не зря пришел, не зря я вызвал. Немногие дипломаты решались возражать министру. Герасченко там, он возглавлял экономическое управление. Отец этого Герасченко, который потом в банке был. И, значит, что-то Вышинский на него накинулся, а у Герасченко была большая семья, пять детей. И Вышинский ему говорит, слушайте, вы только детей умеете делать, а работать вы не умеете. То он говорит, да, Андрей Нуарыч, вот это у вас плохо получается, вот вы и злитесь. И тот был так опешил, что ничего не сказал. А вот молодые оценивали Вышинского иначе. Его участие в московских процессах для них не было минусом. Их так воспитывали. Отношение к нему было, ну, такое боязливо-уважительное. Побаивались его, потому что он был человек очень резкий. Человек решительный, энергичный. В чем-то безжалостный к своим работникам, помощникам. Он мог унизить, даже растоптать человека, иногда даже не по делу. А уважительное, потому что он был человек очень высокой эрудированности. Блестящий оратор. Об этом легенды буквально ходили. Как он умел произносить речи. Быстро решал вопросы. Говорили о том, что он частенько выходил прямо на Сталина. И обычно Сталин с ним соглашался. Но сами дипломаты были низведены до положения простых клерков, от которых ничего не зависело. Они занимались мелкими делами. Меня сразу стали учить, что главное правило для дипломата, здесь, в Центральном аппарате МИДа, это исполнительность. Никакой инициативы, никакой отсебятины. Не высовываться, тогда ты будешь хорош. Если же ты будешь идти вопреки указаниям начальства и прочее, ты будешь плох. И вообще с тобой могут расстаться. Чем меньше было реальной работы, тем больше Министерство иностранных дел охватывало мания секретности. Однажды, однажды, мне в руки попала бумага, пришедшая дипломатической почтой из Праги. Значит, в левом углу стояла из дневника посла СССР в Чехословакии М. А. Сильно. По центру запись беседы со шведским послом. И потом буквально две строчки. «Сегодня, гуляя, у витрины магазина такого-то, я встретил шведского посла. Мы поздоровались и разошлись». Посол СССР в Чехословакии сильно. И самое интересное, что справа на листе стояло секретно. Я спросил одного из своих коллег, я говорю, в чем тут секретность-то, зачем? Он говорит, да так, на всякий случай. Но вот если вот эта бумажка у тебя со стола ее выдает с пятого этажа, то можешь за ней бросаться. Иначе тебе гарантировано несколько лет тюрьмы за утрату секретного документа. Рабочий день Вышинского начинался в 11 утра, а заканчивался в 4-5 утра следующего дня. Совещания проходили ночью, когда люди мало что соображали. Он смертельно боялся отсутствовать. Вдруг позвонит Сталин. Был такой порядок. Если звонил Сталин, все, кто в этот момент находился в кабинете Вышинского, немедленно выходили. Вышинский, когда раздавался звонок Сталину, он всегда вставал и говорил, «Здравствуйте, товарищ Сталин». Это было сигналом к тому, чтобы немедленно покинуть помещение. И когда заседание проходило в полном составе, то, естественно, одни выходили первыми, другие вторыми. И Вышинский всегда, к тому, кто был последним, говорил, что-то я замечаю, когда я говорю с товарищем Сталином, «Вы стремитесь задержаться в кабинете». И это вызывало такую давку на выходе, что, может быть, в обычном случае они вышли в два раза быстрее, но это воспринималось совершенно без улыбки. Потому что, да, он запоминал Вышинский и брал это на учет. В отличие от Молотова, Вышинский был сиборитом. Любил жизнь во всех ее проявлениях. В министерстве у него была одна дама пышных форм, которая в конце концов стала решать все кадровые вопросы. Дипломаты перед ней унижались. Ему иногда посылали для возможного приема на работу желающих молодых барышень. И по знакомству он допускал, чтобы ему кто-то рекомендовал. И у него было два ответа, как сообщали знатоки, люди, которые работали с ним хорошо, это знали. Он или сухо говорил после двух-трех минут беседы, к сожалению, ничем не могу вам помочь, или он говорил, деточка, я сейчас очень занят, спуститесь вниз и подождите меня в моей машине. При этом он был одиноким человеком, только жена и дочь, никаких друзей. Все было относительно. Сегодня вождь, завтра враг. Какие уж тут друзья. Первое, что сделал Молотов, вернувшись после смерти Сталина в министерство, это отправил Вышинского представителем в УОН. Это был человек совершенно другой. Человек, знаете, как побитая собака, потерявший влияние, потерявший опломб, всю свою так называемую аристократичность. Сегодня дипломатия в Организации Объединенных Наций осуществляется за закрытыми дверями, в консультациях и беседах, в надежде договориться, достичь компромиссов. В те времена на компромиссы не рассчитывали. УОН была трибуной для столкновений, конфронтации и руганий. Не договориться надо было, а обругать. Он обращался к своим коллегам. Вы лжете, вы бессовестный лжец, вы наглец, вы хам, у вас лисьи повадки, у вас шакалья манера. Невозможно себе представить, что нормально может с трибуной человек разговаривать так не со своими подчиненными, не с жертвами в застенках лубянской тюрьмы томящихся, а с дипломатами, представляющими суверенные державы. В Организации Объединенных Наций ему все сходило с рук. Его все с большим интересом слушали. И когда объявлялось, что будет выступать Вышинский, то из кулуаров все мчались в зал, потому что знали, что это будет шоу очень достойное. Но оратор он был сильный. Это все признавали. Находчивый. Среди западных дипломатов таких златоустов не было. Он мог говорить на любую тему и занимать любую позицию. Это доходило до комического. Однажды он выступал в ООН. И советники, которые сидели у него за спиной, слышат, что он излагает западную позицию. Они ему пишут записку. Андрей Энуарыч, Вы излагаете западную позицию. Наша позиция как раз противоположная. Он, значит, прочитал и продолжает в том же духе. Они вообще в ужасе. Потом он останавливается и говорит, так говорят враги мира. А наша позиция как раз противоположная. Его просто боялись. Он запросто мог сказать, указывая пальцем, вот он, поджигатель войны. И когда он произносил свои речи в ООН, его совершенно не интересовало, что думает о его речи, о его словах, аудитория, перед которой он выступает. Самое главное было стенограмму этой речи послать в Москву, где ее читал Сталин. У него был только один слушатель, хотя и не находившийся в этот момент в зале. Больше его не интересовал никто. И ничья реакция больше его не интересовала. Американский посол в Москве Джордж Кеннон говорил, Вышинский издавал вопль протеста против воображаемой враждебности внешнего мира. Дин Ачисон, государственный секретарь Соединенных Штатов, сказал о Вышинском, прирожденный негодяй, хотя и оккультуренный, и занятный. Вот есть загадка, есть феномен, ведь он оскорблял своих коллег, но невыносимо. Ну, невыносимо. Никто из них не обижался. Они считали, что обижаться на этого безумца, витействующего на трибуне и чувствующего себя прокурором, нелепо. Нелепо. Его никто не держал, так сказать, в качестве джентльмена, который ведет себя не джентльменским образом. Значит, вот он их оскорблял, оскорблял, оскорблял. Вот он умер. И ООН созвало чрезвычайное заседание, чрезвычайную сессию, где свыше 20 ораторов в высокопарных выражениях оплакивали его кончину так, как будто они действительно скорбели об уходе близкого и дорогого друга. Если я не ошибаюсь, постоянный представитель Дании даже мне произнес фразу, которая на этой траурной церемонии, которая заслуживает называться блистательным афоризмом. Он сказал «Рухнул дуб, лес осиротел». Вышинский прожил в Нью-Йорке всего год. Ходили слухи, что он застрелился. В сейфе у него нашли Браунинг. Но пистолетом Вышинский не воспользовался. Он, можно сказать, умер на руках Леонида Замятин, который работал тогда в Нью-Йорке. Вышинский приехал ночью, имел очень острую беседу с тогдашним польским министром. Тоже человек, фигура такая временная, я не помню сейчас фамилии. Это был такой спор огромный. И во время этого ночного спора у него был сердечный приступ. Ему сделали укол, и он заснул. Проснулся утром в воскресенье, потребовал стенографистку, чтобы диктовать речь, и тут у него случился удар. Мы поднялись на лифте с охранником, Беленов такой был, Николай у него. Мы увидели его на кресле с разорванным воротником, с откинутой головой, переложили его на диван, а послали второго охранника за врачом, который жил на верхнем этаже, и после ночи, в общем, старый пожилой человек, он спал. Прибежал он ему делать уколы, но врач посольства, которое тоже вызвали, она подошла, посмотрела на глаза и сказала, что не надо уколов, он уже мертв. Замятин еще никому не успел сообщить о том, что случилось с Вышинским, как вдруг позвонил американский представитель ВОО. И спрашивает, господин Замятин, что-нибудь у вас произошло? Я говорю, да нет, господин Лоджи, ничего. Ну, как ничего? У вас что-то произошло. Если вам нужна помощь, она будет оказана. Я поблагодарил его. Через некоторое время у подъезда перед нашей охраной появились реаниматоры Соединенных Штатов. Вопрос в том, откуда информация поступила? Впоследствии обнаружилось, что в рабочем кабинете в Ишинске в ножке письменного стола был вмонтирован потайной микрофон. Все его тайные переговоры, все его диктовки и прочее все записывалось американцами в другом доме через этот микрофон. Вышинский так старался ошеломить американцев своими домашними заготовками, а они заранее знали все, что он им приготовил. На свое счастье, он не дожил до этого печального разоблачения. До и после Вышинского министрами иностранных дел иной раз становились люди случайно вознесенные на дипломатический Олимп. В иных исторических обстоятельствах они бы ни за что не заняли столь заметного места. Андрей Вышинский в любую эпоху и в любой стране занял бы высокое положение соразмерно его талантом. Только в иных обстоятельствах может быть не проявились бы столь ярко заложенные в его характере душевная подлость и беспринципность. В следующей передаче мы расскажем вам о министре иностранных дел, который всем высоким партийным и государственным званиям и постам предпочел бы возможность петь в Большом театре, но его жизнь сложилась иначе. А теперь спасибо вам и надеюсь встретимся в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok